Карпаты Карпаты горная лесная область Центральной Европы Восточное продолжение Альп Выпуклой к востоку дугой, длиной около полутора тысяч километров, протянулись Карпаты Карпатские ландшафты разнообразны, так как геологическое строение и происхождение гор неоднородно Районы мягких песчаников и сланцев это невысокие сглаженные горы с плоскими вершинами Древними гранитами сложены самые высокие и труднодоступные горные цепи Известники образовали причудливые утесы и плато, в недрах которых подземные воды прорыли обширные пещеры Часть Карпат занята массивами вулканического происхождения По особенностям геологии и рельефа Карпаты делятся на западные, восточные и южные Западные Карпаты, цепь гранитных гор высоких Татр, с самой высокой точкой Карпат Герлаховым Штитом Древние ледники оставили здесь многочисленные следы в виде озер, выпахли глубокие долины Склоны гор круты, на них сохранились большие пространства лесов Восточные Карпаты, невысокие горы, сложенные песчаниками, сланцами Их плоские, покрытые лугами вершины, получили название Паланин Эта часть Карпат наиболее освоена и преобразована человеком Стремясь расширить высокогорные пастбища и увеличить площадь культурных земель в предгорьях, люди значительно сузили пояс лесов Южные Карпаты или Трансильванские Альпы, сложенные преимущественно вулканическими породами район Карпат И здесь оставило свои следы древнее оледенение В наше время в Карпатах нет ледников, но зимой мощный снежный покров устилает горы, задерживаясь в высокогорье до полугода Мягкая, солнечная карпатская зима, время зимнего отдыха и спорта Удобные пологие склоны привлекают тысячи спортсменов Весна в предгорьях Карпат начинается в апреле, но до вершин добирается лишь к июню Когда освобождаются от снега склоны гор, особенно явственно проступают признаки высотной поясности В вершина западных и южных Карпат пояс высокогорья, где господствуют холодные ветры и коротко лето Здесь растут мхи, лишайники, кустарниковые растения В труднодоступных местах расцветает горный цветок Эдельвейс Ниже растилается пышный ковер субальпийских лугов В восточных Карпатах признаки высокогорья проявляются слабее Полонины восточных Карпат это сплошные горные луга Их целиком используют как летние пастбища для скота Первый признак верхней границы леса — сосновый стланник В Карпатах господствует лесной пояс Леса покрывают большую часть склонов В верхней части пояса, рядом с елью и сосной, еще встречается ценная порода тис Ниже, среди широколиственных пород, основное место занимает бук Лес — главное природное богатство Карпат Карпатские реки широко используются для сплава леса Рождаясь в высокогорье, они питаются водами талых снегов и дождей Стремительное течение доставит древесину на деревообрабатывающие комбинаты и мебельные фабрики Искусство плотогонов — удел отважных и умелых Еще недавно этот опасный путь был единственным для транспортировки древесины Он был возможен лишь летом На помощь старым методам сплава приходит современная техника Люди должны не только рубить лес, но и заботиться о его восстановлении Для этого в Карпатах производится посадка ценных пород деревьев В Карпатских заповедниках под охраной находится растительный и животный мир КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чем ближе к подножью, тем заметнее влияние на природу человека Большая часть предгорей занята пашнями и садами Луга, на которых сохранились дикорастущие растения, здесь редкость В нижнем поясе самое густое население Карпатские села сохранили самобытность архитектуры Часто встречаются памятники народного деревянного зодчества В долинах Карпатских гор расположены города Ужгород, центр советского Закарпатья Промышленность карпатских городов использует энергию горных рек Карпаты привлекают человека мягким климатом, красородой Увлекательные маршруты по живописным склонам гор Это неиссякаемый источник здоровья Карпаты – место отдыха, лечения, спорта, туризма КОНЕЦ